В этот теплый, но дождливый день дежурная группа начинает свою работу. Мы находимся на перекрестке улиц Урицкого и Кирова. Здесь изменилась схема движения для пешеходов. Если раньше они напрямую переходили дорогу, то сейчас здесь появились вот такие пешеходные ограждения. И теперь, чтобы перейти дорогу, например, здесь, нужно пройти метров 100 чуть выше до пешеходного перехода. Правда, новые ограничения красноярцев не останавливают. Обходить с коляской, с двумя детьми, во-первых, туда я не поднимусь. Там есть лестница, там нет пандусов. Мне до туда, по той стороне, до пешехода не дойти с коляской. Как я буду ходить? Буду здесь ходить, что делать? Дорожники уверяют, сделали все для безопасности людей. Идею поддержали и депутаты, и сотрудники ГИБДД. Было принято решение в целях безопасности ограничить выход пешеходов на проезжую часть и направить пешеходный поток на организованный пешеходный переход. Мы на правом берегу под Октябрьским мостом. И здесь давняя боль Красноярска, масляные пятна на Енисеи. Но складывается ощущение, что в этот раз все гораздо хуже. Здесь введен режим угрозы чрезвычайной ситуации. И администрация вместе с КНП сейчас все мониторит и ищет источник загрязнения. ГОИЧС выставили вот такие боновые заграждения, обработали сарбентом. Но такое ощущение, что это не помогает. Масляные пятна тянутся дальше вдоль береговой линии. Мы находимся здесь с оператором минут 10-15. Уже начинает болеть голова, першит в горле. Запах нефтепродуктов можно почувствовать метров, наверное, за 200 от этого места. И находясь здесь, очень хочется, чтобы эта проблема была решена и в этот раз, и чтобы в будущем она больше не появлялась. Нет, вы посмотрите, какая красота. Это в сквере Пушкина открылась цветочная ярмарка. Она будет работать каждую пятницу с 9 до часу, вплоть до начала октября. Здесь опытные садоводы. У них можно купить цветы, саженцы, получить консультацию. Ну и я тоже решил обратиться за советом, как, возможно, начинающий садовод. Поливать надо, пропалывать постоянно. Какие цены? Допустим, петуния по 100 рублей, анютины глазки также по 100. Вот бегони 500 рублей, герани тоже 500. То есть, ну, в среднем вот 100 рублей вот так. Садоводам прямо сейчас сделайте первый шаг, приходите к нам, все расскажем, все покажем. Обслужим как надо, что делать, посоветуем. Даже если, допустим, не растет какое-то растение на балконе, а советуем, посоветуем, что надо, чем обрабатывать, тоже посоветуем. То есть, в принципе, даже незнающему и начинающему... Мы все расскажем, мы всех покупателей, людям, любим, приходите. На этом дежурная группа свою работу заканчивает. Ваших новостей мы ждем по телефону 202-22-22. Фото и видео присылайте в Viber или WhatsApp. Для вас дежурили Павел Горшанов, Дмитрий Кочетков. Новости Прима.